Первенство России по тэквондо завершилось в городе Тюмень. В соревнованиях принимали участие спортсмены 15 и 17 лет со всей страны. На крупных состязаниях отличилась и приморская сборная. По итогам пятидневных боев студентка Краевого училища Олимпийского резерва Элла Борисова стала серебряным призером в весовой категории свыше 73 килограммов. В весовой категории до 52 килограммов владивостокская спортсменка Полина Фомичева выиграла бронзовую медаль. Отличился и еще один житель Владивостока Владислав Балабаев занял пятое место среди юниоров в весовой категории свыше 78 килограммов. По результатам первенства лучшие спортсмены войдут в состав национальной сборной, которая уже в ноябре выступит на чемпионате Европы среди юниоров на Кипре. Хоккейный клуб «Адмирал» завершил предсезонные игры. В последнем матче Кубка Республики Башкортостан приморцы уступили нефтехимику со счетом 2-3. Таким образом, в этом турнире моряки не одержали ни одной победы. В целом, за всю предсезонную подготовку «Адмирал» провел 10 матчей, половину из которых выиграл. Лучшим бомбардиром команды по итогам сборов стал Александр Горшков. 6 очков в 6 играх. Теперь приморский клуб начнет свое шествие в новом сезоне КХЛ. Конечно, осадок остается, когда ты терпишь поражение. Но на данном этапе нам было более важно, чтобы все были здоровыми, никто не получил травму, плюс смотрели на содержание игры и тактические задумки. Скоро решим, кто из тех ребят, что находились на просмотре, останутся в команде. Напомню, что уже 22 августа в первом матче чемпионата «Адмирал» встретится на выезде с Салаватом Юлаевым. Лидер чемпионата РДС «Восток» перед финалом осталась без машины. Екатерина Седых не сможет принять участие в решающей гонке на своем основном автомобиле – Ниссан Сильвия. Так как Екатерина участвует на двух фронтах российской дрифт-серии, то и представлять себя ей приходится на разных машинах. Но в этот раз из-за технических проблем Седых пришлось отправить свою топовую машину на РДС «Запад». Однако поклонники гонщицы, по ее словам, могут быть спокойны. Прямо сейчас команда «Йокогама» собирает новый болид на основе все той же Сильвии и надеется побороться за призы суперфинала. Напомню, что сейчас Екатерина Седых находится на первой строчке личного зачета. На втором месте Егор Шумилкин, а замыкает тройку лидеров Максим Седых. Судьба чемпионата РДС «Восток» разрешится уже 2 и 3 сентября на Приморском кольце. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом.